Кемран Сеидов представляет И снова здравствуйте дорогие друзья Здравствуйте многоуважаемые зрители В данном видео как я и обещал мы с вами поговорим о политике Армении В последующем видео уже вновь вернемся к теме политики России, взаимоотношений России с Турцией Также поговорим о политике Запада О событиях в Украине Об ужаснейших событиях в Украине Не обойдем и эту тему стороной Впрочем, давайте приступим именно к главной теме данного видео С чего же стоит начать? Да пожалуй мы с вами должны акцентировать свое внимание на следующем видео Новости Армении и так называемого в кавычках Нагорного Карабаха но армяне еще больше искажают это название называя его Арцахом Итоги дня 30 мая 2022 года Давайте с вами послушаем И проанализируем все то, что услышим В частности Армяне сейчас очень ратуют за те вложения в Армению которые осуществляет Европа Только вот о причинах не говорят Впрочем, если я вас заинтриговал Давайте Начнемте Раскроем скобки в отношении недосказанного из армянских уст Все Теперь начнем Так Ну заставка Я даже не срезал это Аналитика Угу Давайте приостановимся 70 миллионов Евро Что Это за деньги И откуда они у Ташир Если Ташир собирается это запускать Не награблены ли это Деньги Незаконно приобретенные Используя ту же самую коррупцию Которую я говорил в предыдущем своем видео Только В уже более глобальном масштабе В масштабе Москвы Столицы России Мы же все прекрасно с вами Особедомлены Как Ташир Скажем так Почему-то Каким-то образом Уж очень часто Выигрывает тендеры На строительство Странно Не находите Впрочем Продолжим 27 мая 2022 года Швейцарское агентство По развитию и сотрудничеству СДС Утвердило грант В размере 12 миллионов Швейцарских франков Для вклада в экономическое развитие Армении На эти средства Будут последовательно развиваться Такие сектора Как сельское хозяйство Дикорастущие растения Я подчеркиваю Государство Из Такого полюса Как ЕС Это важно Продолжаем Сельский туризм Сельскохозяйственные технологии И другие Географический фокус проекта Будет направлен На наиболее нуждающиеся регионы Северной Армении Как вы понимаете Для всего того Что перечислено Необходимо разблокирование Армении Это немаловажно Продолжим А именно Натавуш Геркуник Флори И Шрак В Армении Будет работать Крупный завод По производству Алюминиевых профилей Компания Солара Создала завод По производству Алюминиевых профилей Консталь На территории Общины Абовян Для чего приобрела Территорию Площадью в 23 тысячи Квадратных метров Для ведения Производственной деятельности Основными направлениями Деятельности Являются Производство Алюминиевых каркасов Для солнечных Фотоэлектрических Панелей И алюминиевых Конструкций Для установки Солнечных станций Завод будет Производить Рамы Для алюминиевых Дверей И окон Инвестиции Составят 15 миллионов долларов В результате чего Будет создано 200-210 новых Рабочих мест Большая часть продукции Будет экспортироваться В США Европу И страны Евразийского Экономического союза Открытие завода По производству Алюминиевых профилей Запланировано На ноябрь 2022 года Вот здесь Крайне интересно Запад Все еще не снял С России Санкции А здесь Армянские товары Будут поступать Что же это происходит На рынке Запада При том Что компания Ташир Чье влияние Наверное Будет даже На данном объекте Является Российской То есть Российские компании Могут действовать На Западе Через Армению Какая-то Серая схема Не находите Или же Это Поставлено На основе Тех договоренностей Которые Имели место Буквально Вот Считанное время Назад Когда В Брюсселе Состоялась встреча Между Ильхамом Алиевым И Пашиняном Может быть После этого Западный мир Решил отъехать назад Вопрос Интересный Знаете Немножко Давайте Продолжим Эту тему Потому что Есть один Важный момент Многие Задаются Вопросом Почему Запад В частности США Как ключевой Игрок Западного Фронта Вдруг Отошли В сторону От Украины И даже Особо Не давят Касательно Вступления В Финляндии В состав НАТО Ну не осуществляется Такой Грандиозной Шумихи На мой взгляд Сейчас Используя Серых Кардиналов В русском И западных Мирах Осуществляются Некие Переговоры В отношении Той самой Железной Дороги Шелковый Путь Американцы Получили Видимо Те самые Гарантии Которые Они ждали Что От Железной Дороги Шелковый Путь Америка Как Ключевой Мировой Игрок Получит Определенные Дивиденды Так Получается То есть С одной Стороны Договоренность Осуществленная В Брюсселе Между Президентом Ильхамом Алиевым И премьер-министром Пашиняном На встрече В структурах ЕС Под их Контролем С другой Стороны Некая Договоренность США С Назовем так Условно Обозначим Русским Миром Видимо Два Эти Сегмента Позволили Сейчас Вкладывать Деньги В Армению Армения Четко Заявила О том Что Не претендует На Азербайджанские Земли А также Снимается Вопрос О каком Либо Статусе Карабаха И на Фоне Этого Армении Дается Некая Конфетка Сладкая Конфетка Для продолжения Этой политики Для сохранения Этой политики Чтобы Армения Не сошла С того Пути Которое Она заявила В частности В Брюсселе Не считая Московского Договора О капитуляции 2020 Года Впрочем Продолжаем Завод будет работать С производственной Мощностью 600-800 тонн В месяц В Малаканской Деревне Фиолетово Начнут принимать Экотуристов На протяжении 150 лет Малакане Русского Села Фиолетово Которое Находится На севере Армении Были Закрыты Общины Однако Теперь Жители Готовятся Принимать Индивидуальных Экотуристов А осенью Планируют Провести Гастрофестиваль Малаканской Кухни В Ереване Очень странно Ивановка Почему-то Не являлась Закрытой Назовем так Национальной Общиной Магазины Ивановки Существуют В различных Странах Мира Той самой Ивановки Где проживает Малакань Азербайджан Ну не мог Я Не сказать Об этом При этом Знаете Когда я смотрю На внешность Армянских Малакан Ну не считая Одного Только Из присутствующих Двое Остальных У меня Вызывают Сомнения В их чистоте Имеется ввиду Чисто Малаканской Крови То есть Малакан Исчезают Так Получается Уж простите Меня Впрочем Продолжаем Американская Эти Компания Виам Софтвер Закрывает Офисы В России И открывает Офис В Армении Сотрудникам Из России Предложили Релокацию В Армению Виам Лидер В разработке Решений Для резервного Копирования Восстановления И управления Которые Обеспечивают Современную Защиту Данных У компании Более 4,5 тысяч Сотрудников По всему миру 185 офисов В 35 странах мира Годовой оборот 1 миллиард долларов На данный момент Доступно 57 вакансий В Армении Тоже крайне Интересно Соединенные Штаты Америки Закрывают Свои филиалы В России И открывают В Армении Хотя Армения Поддерживает Действия России В Украине Тоже непонятно Объясните мне Дорогие друзья Что это означает Или Армения Действительно Агент И Видимо Армения Отработала Свои дивиденды Или Все-таки Ваш Слуга Прав Что Все эти Аспекты Связаны С тем Что идут Переговоры России И Запада По Включению Американских Интересов В железную Дорогу То То Америка Временно Закрывает Свои Филиалы А Также В связи С Теми Договорами Пускай даже Условными Которые Имели Место В Брюсселе Между Арменией И Азербайджаном Другого Варианта Я не Нахожу Впрочем Опять-таки Не будем Останавливаться Продолжаем Летний лагерь Спейс Кэмп 2022 Принимает Заявки С 27 Июля По 2 Августа Спейс Кэмп 2022 Пройдет Военном Училище Монтамил Коняна В Дележане Вот это Интересно Франция В открытую Действовать На территории Армении Это не секрет На территории Армении При этом Существуют Целые лагеря Целые Институты Чье название Посвящено В кавычках Личности Которая Уничтожила Совершив Терракт Во французском Аэропорту Орли Граждан Различных Стран И французы Молчат Меня интересует А те Чьи Близкие Родные Пострадали В том самом При том самом Теракте Они живы Или им Заплатили И сколько Можно заплатить За погибшего Отца Дочь Брата Сестру Сына Близких Какова цена В общем-то Главным образом Я бы хотел остановиться На этом Но давайте Все-таки Еще некоторое время Уделим данному Видео Целью лагеря Является Помощь молодежи В обогащении Знаний В области Профориентации Астрономии Космической техники И ряда других Областей Подать заявку На участие В лагере Могут молодые люди В возрасте От 15 до 18 лет Из Армении Интересно При чем здесь Монте-Милканян И при чем здесь Космос Смешно А вот Азербайджану Стоит открыть Такой лагерь Тем более У нас есть В честь Кого его назвать Это Керим Керимов Которому Многие Все Летчики Занимающиеся Космосом Отдавали честь Перед вылетом Почему нет Это было бы Крайне интересно Тем более У Азербайджана Существует Не один спутник Армения Только Только Планирует Запустить первый В Азербайджане Они есть И не один Есть Также Космонавты Азербайджанской Национальности В Америке Были космонавты Которые Корнями Были С нашей Земли Из Азербайджана Так Почему же Этим мы Не пользуемся Это вопрос Не государству А прежде всего Каллигархам Ведь Ведь они Должны Проявлять Себя Но Нет Зачем Это не интересно Интересно Вешать Флаги И кричать О любви К родине На расстоянии Что очень Часто Позволяют Наши Олигархи Проживающие В различных Странах Мира Без критики Не обойдется Продолжаем Диаспора Заинтересованы В космических Путешествиях Подробности Можно узнать На указанном сайте Обращаемся К российским Зрителям Нашего канала В связи С последними Событиями Напоминаем Где можно Зарегистрироваться И смотреть Все видео Айкмедиа Нашим Российским Зрителям В интернете Телеграм Вконтакте Одноклассники Яндекс Дзен Рутюб А так же Скачав Прилож Так давайте Переключим Празднуют День Первой Республики Вековая Мечта Армянского Народа О восстановлении Независимой Государственности Осуществилась Именно 28 Мая Став Символом Возрождения Армянской Государственности И именно 28 Мая 1918 Года Армянский Национальный Совет Объявил О создании Независимой Республики Армении 104 Года Назад После Длительного Перерыва Поднявшись Из пепла Геннадзида 1915 Года В результате Национально-освободительного Движения Армянского Народа После Решающих Сражений Была Провозглашена Республика Армении Организованное Данную Республику Искусственно Создали В частности Антанта И им Подобные Государства Армяне Присваивают Как всегда Этот успех Себе Не смешно Ли Если учитывать Хотя бы Тот момент Что Именно Первым Кто Поздравил Армению С Формированием Независимого Государства Оказались Не греки Не французы А Турция Странно Знаете Что еще Странно Что У многих Армян На майках Отображается Изображение Дашнаков Тех самых Дашнаков Которые Сотрудничали С Младотурками Которые Объявив Войну Турции Проиграв Ее Подписали Парижский Мирный Договор Я уж Не говорю Про Александропольский Договор И Армяне Продолжают Тем не менее Нести На руках Армянскую Практически Неонацистскую Организацию Под названием Дашнак Цутюн Потому что Большинство Лидеров данной Организации Поддержали В свое время Гитлера Продолжаем Заранее Прошу прощения Если Произойдет Зависание Видео Прошло Под лозунгом Пробудись Лао Во имя Арцаха В первых Редах Были Священнослужители И активисты Шествия Еще интересный Момент А при чем Здесь Карабах Когда Армения Сформировалась Как так Называемое Условно Независимое Государство Карабах Был в составе Азербайджана При чем Здесь Митинг В Карабахе Митинг должен Был быть В Ереване Странно Шествия Прошли И в других Населенных Пунктах Арцаха Армянский Народ Сражается Во имя Своей Веры Свободной И независимой Родины Чтобы Земля Защищенная Кровью Героев Всегда Оставалась Армянской После шествия Народ Собрался На площади Возрождения Знаете Что Еще Интересно После Многочисленных Подписанных Договоров Куда Смотрят Российские Миротворцы Касательно Знамен Так называемого В кавычках Нагорного Карабаха Тире Арцаха Неужели Российские Миротворцы Не понимают Что данные Так называемые Митинги Провоцируют Азербайджанскую Сторону К жестким Действиям Тем более После Брюссельских Переговоров Неужели Не понимают Продолжим Где участники Митинга По видеосвязи Присоединились К участникам Движения Сопротивления На площади Франции В Ереване И поприветствовали Друг друга На митинге Города Степанакерт Выступили с речами Историк Лерникова Месян Заслуженный Журналист Микаэл Баджиан И другие Арцахцы Еще раз Показали И доказали Что крепко Стоят На своей Родной земле Единение Борьба Победа Вот что требуют Армянский народ Но мы прекрасно Помним Как они крепко Бежали Унося Унитазы Очень крепко Бежали Так крепко Бежали Что многие Из них Не заметили Когда бежали До юга России Увеличив Количество Армянского Этноса На данной Территории Российской Федерации Крепко Бежали 28 мая Около 10-40 Подразделения Азербайджанских Вооруженных сил Открыли огонь По армянским Позициям На юго-востоке границы Был ранен Армянский солдат Жизнь Давида Варданяна Спасти не удалось Несмотря на усилия Врачей Мы выражаем Свои соболезнования Родным И близким Давида Еще Об этих Армянских Провокациях Уже было сказано Четко были Выставлены Факты Говорящие о том Что Был ответный Огонь Со стороны Азербайджана Поэтому Это крайне смешно Напомним Что Этой трагедии Пришествовали Деструксивные Воинственные заявления Президента Азербайджана Алиева Который говорил О посягательствах На территорию Армении Необходимо Чтобы фашистские Действия И заявления Главы Азербайджана Оценили Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ОДКБ ЕС И мировое сообщество Так Давайте остановимся Дальше уже не будем Чтобы не превращать Видео в бесконечное Тем более У нас есть еще Некоторые моменты Которые стоит Обсудить Причем здесь Минская группа ОБСЕ ЕС И Россия В частности Четко заявили О том Что Минская группа ОБСЕ Исчерпала Себя Хотя Впрочем Азербайджан Об этом факте Говорил изначально Так Причем здесь Минская группа ОБСЕ И Причем здесь Внеочередная Ложь Армянской стороны О фашизме Со стороны Азербайджана Армянские Так называемые Политологи Забыли Как держали В азербайджанских Мечетях Скот Как Испытывали На азербайджанских Пленных Химические Реагенты Они Также Видимо Запамятовали Так Мы им Напомним Об Некоторых Аспектах Связанных С признанием Сержа Сарксяна Преступлений Совершенных Армянской Стороной В Ходжалах Как же Это Могу Напомнить Признание Баласаняна Об убийстве Первых Азербайджанцев Первых Жертв Данного Конфликта В Аскеране Практически За два Месяца До событий В Сумгаите Я уж не говорю Про события В Кафане В Кафане Как армяне Утверждали Они Всего-навсего Попросили Азербайджанцев Уйти Оказывается По просьбе Армянской Стороны Азербайджанцы Вдруг решили Покинуть Свои дома По просто Просьбе Дружеской Просьбе Смешно При этом Зимой Через горы Можно Было бы Еще Напомнить Эдуарда Григоряна Которого Почему-то Реабилитировала Армения В девяностом Году Хотя Он убивал Армян В Сумгаите Можно Многое И чего Напомнить Так Причем Здесь Высказывание Которое Было Допущено В данном Нам Видео О том Что Азербайджанцы Являются Фашистами Что-то Непонятно Не Находите Раз мы С вами Затронули Речь О Армянском Вандализме Сейчас Вкрываются Новые Факты Армяне Уничтожили И христианское Наследие Греков Села Мехмана В Карабахе Вот Некогда Стоящая Христианская Церковь Посмотрите Что от нее Осталось И в этих Остатках Живут Люди Стали Использовать Как Жилище Как вам Такое Мне Например Мерзко Данная Церковь Была Построена 27 Мая 1830 Года То есть Достаточно Назовем так Молодая Церковь А во что Ее Превратили Хотя Она В общем-то Была построена Не в первых Веках Нашей эры Вы Сами Видите Неприятно Говоря О наших В частности Наших Имеется ввиду Об отношениях Азербайджана И Армении Отношениях Важным Аспектом Все чаще И чаще Озвучивается Как Вопрос Анклавов Армянская Сторона Часто Понимая Что Карабах Утерян Планирует Удержать Под своим Контролем Те территории Которые Армяне Отрезали После первой Карабахской Отрезали От В частности Так называемого Столь любимого Армянами Нагорного Карабаха Так называемого Нагорного Карабаха Да Любя Отрезали Что же мне хочется Сказать В связи с этим Ну Прежде всего Стоит ли Возвращать Наши земли Конечно же Да Стоит ли Обмениваться Анклавами Конечно же Да Проблемы Которые Возникнут У азербайджанской И армянской Стороны В связи С обменами Данных Анклавов Решаемы Решаемы Если будет Добрая воля Обоих Стран Тем более В общем-то Проблемы Отчасти Идентичны Поэтому Добрая воля А если Добрая воля У армянской Стороны Я не знаю Думаю Что есть Во всяком Случае Хотелось бы На это Надеяться Продолжая Наши с вами Рассуждения Мы с вами Упираемся Теревозвращаемся К теме 44-дневной Войны В Карабахе Армяне Стараются Разжалобить Человечество Говоря Об ужасающих Событиях Того Времени Но при этом Молчат Об ужасающей Судьбе Азербайджанцев В начале 90-х И думают Полагают Видимо Что Те Кто В частности Прочтет Данную статью Находящейся Перед вашими глазами Женское лицо Так называемой Нагорно-Карабахской войны Терекарабахской войны Что им тяжело Открыть То Во что был превращен Город Агдам Им тяжело Видимо По мнению Армянства Открыть Статьи В которых Серж Сарксян Признавался Об уничтожении Азербайджанцев Они думают Они думают Что Их читателям Очень тяжело Найти в интернете Уже Многочисленные Признания Простых армян В отношении Своих зверств В отношении Опять таки Азербайджанского Народа Как в Карабахе Так и в Армении Смешно Если бы не было Так грустно Смешно Это в кавычках Насколько вы понимаете Это некий Словооборот Последняя статья Это вернее Последний пост На который я обратил Внимание Валерия Алюнина Странно Вроде бы не армянка Во всяком случае Ни имя Ни фамилия Не указывают На ее армянские корни Тем не менее Она пишет Тире задаются Вопросом Почему мы не смогли Создать сильное государство Ссылаясь на то Что Армянская империя Которая возникла 5 тысяч лет назад Просуществовала Всего Навсего 32 года И которую возглавлял При этом Она забыла указать Парфянин Тигран Великий То есть Даже Это Крайне Условная Империя Если она и была То она была В большей степени Парфянской Так как Именно Тигран Великий Парфянин Разрабатывал планы Об увеличении Данной территории Но Никак Не Армянский Царь Не Армянский Генетический Царь Назовем так Интересно И тут Она Раскрывает В общем-то Действительно Интересные Аспекты Она говорит о том Что горцы Дескать Крайне Ограниченные В отношении Видения Своего Будущего Народы То есть Тем самым Чтобы прикрыть Армянский народ Оскорбляет В частности По неволе Чеченцев Или Сгин Понимает ли Она Что В ее словах Находится Оскорбление То есть Чеченцы Оказываются Ограничены Не мои слова Это слова Валерия Алюниной Давайте с вами Прочтемте Потому что Она может Удалить данный Пост А нам Важно Чтобы он Сохранился Не так ли Ответ Кроется В национальных Качествах Армян В армянском Менталитете Это Тема Для долгого Обсуждения Но если коротко На мой взгляд Причина В географии Я заметила Что В отличие От жителей Равнин Степей И приморских Земель Горцы Не создавали Империй И даже Мощных Государств У горцев Отсутствует Широта Мысли Ибо Их Ареал Обитания И видимый Мир Всегда Был ограничен Грядой Ближлежащих Гор Окружающих Их Взор С детства Интересно Я мог бы Конечно же Перечислить Страны Которые Были Не менее Скажем Так Горными Греция Далеко Не вся Находится Даже В районе Плоскогорья Но тем Не менее Им это Не мешало Иметь Империй И Какие То же Самое Можно Сказать О Македонянах Кто Скажет Что они Не владели Империями А район Достаточно Горный Не так ли То есть Всех Этих Людей Данная Условная Специалистка Практически Оскорбила Не мои Слова Ограниченное Мышление Как вам Такое Дорогие Мои Зрители На этом Все Я заканчиваю Данное Видео В следующем Видео Как я и сказал Мы с вами Поговорим О политике России О взаимоотношениях России Турции На фоне Все еще Имеющих Место Ужасающих Событий В Украине О политике Запада На фоне Тоже Этих же Самых Событий Все Крайне Интересно На этом Я с вами Пока Попрощаюсь Не забудьте Ставить Лайки Либо Дизлайки Оставлять Свои Комментарии Делиться Ссылками В соцсетях Приглашать Друзей Знакомых Нажимать На колокольчик Чтобы не пропустить Новые Видео Ну А также Я хочу Сказать Что под видео Впрочем Я это всегда Последнее время Говорю Что под видео Я оставлю Не только Необходимые Данные Которые использовал В данном Своем Видеоанализе Но также И необходимые Данные Для оказания Финансовой Поддержки Дальнейшей Работы Вашего Слуги Всегда Ваш Сиидов Камран До свидания До свидания До свидания